Потому что, ну что делать-то? Нас не видят и не слышат. Что происходит? Я понимаю, что мы совершенно не можем... У нас нет точек пересечения. И это страшно. Вы имеете в виду власть и людей? Я имею в виду власть и народ, да. А как донести правду-то, что происходит? Потому что я прекрасно... Ну, не то чтобы понимаю, я могу себе представить только, наверное, и отдать отчет в том, что не доносит им, наверное, эту ситуацию с этой ненавистью, которая происходит. Так сказать, в обществе, среди... Какие вообще... Какая злость, какая агрессия посеяна посредством средств массовой информации? Что люди смотрят? Какая модель поведения подается со всех федеральных каналов? Ну, то есть... Жуть, что происходит. А вы считаете, что это не случайно? Это эксперимент. То есть это идет моделирование лобового столкновения? Ну... А что в сухом остатке? Вот на ваш взгляд, пусть это будет ваше оценочное осуждение, к чему нас ведут или пытаются привести? Через разные образования, медиа, медицину. Вот вы говорите там QR-коды. Кстати, тема вновь актуальна. Вот в эти дни мы с вами становимся свидетелями того, что уже в ближайшее время, по всей видимости, они вновь у нас появятся. Я просто хочу опять понять ваше размышление. То есть что в сухом остатке? Ну, от QR-кодов... Да, я понимаю, что... Во-первых, когда выбрасываются эти затеи с QR-кодами, затеи с кодами и так далее, это вообще идет тестирование. Такое, как народ отреагирует. Значит, сидеть будем молча, тихо, рабски, так сказать, никак не реагировать. Ну, значит, будем молчать, ну, значит, дальше пойдет, дальше, так сказать. То есть нас прощупывают? Ну, конечно, прощупывают, а как иначе? Не могут же сразу там объявить. Так сказать, вообще было бы лучше, если бы они сразу такой колпак. Ну, как-то люди бы... Люди бы... Наверное, это произвело больше впечатлений на людей, и люди бы... Ну, раньше бы быстрее проснулись, скажем так. А так, когда постепенно, потихонечку окно овертона такое внедряется в сознание, поэтому народ как-то так в релаксе находится, не все понимают, что происходит. А вы это в лиционерка? Я? Да. Я никогда в жизни не была. Вот в жизни не была. Вы не бунтарь. Да ну что вы, Господи. Упаси Божие. Вообще, я всегда... А вы понимаете, что вы стали лицом вот такого негласного бунта? Я понимаю то, что я вообще... У меня такое ощущение, что я вообще не по своей воле это все делаю. То есть меня выталкивает. Ну, я, поскольку верующий человек, я знаю по чьей воле, по, так сказать, кто ведет меня по жизни, и слава Богу, и это большое счастье для меня, потому что, конечно, характером я абсолютно противоположность, чем то, что я вот в жизни бы не подумала, что я могу там какие-то круглые столы... Тихая мышка, нет? Вот по жизни. Вот простите за прямоту. По жизни я тихая мышка. Ага. Да ну что вы, я вообще... Надо мной вот там травят, бездеваются там на этих федеральных каналах. Ну что вы, я никогда не перехожу на личности, я никогда никакие в суды не подавала. Вам больно? Конечно. Конечно. Ну, когда порочат имя папы, опосредованно через меня, конечно, больно. Это невыносимо больно. Тем более, что это все ложь и клевета. Но, опять же, как человек верующий, я понимаю, что вот это вот, чем больше лжи, чем больше грязи на тебя вываливается, тем больше клеветы, значит, ты стяжаешь венцы духовные там. Это путь всех, ну, всех, всех людей, и сейчас хотела сказать святых, но я не святая, естественно, далеко. До святости и не надо. Вот. Просто это такой путь, это путь Христа. И это большая для меня радость. Я понимаю, что чем больше вот этого всего будет, тем больше, значит, защищается с меня грехов. Для меня это важно. Вас будут лупить и лупить. Вас будут критиковать. На вас будут поливать грязью, ушаты. Что делается? Вы к этому готовы? Ну, я к этому, во-первых, если можно сказать, привыкла, потому что это происходит 15 лет. В моей жизни со всех, так сказать, желтых пресс, центральных каналов телевидения. Внедрялись в мою личную жизнь, подкупали. Это же платятся деньги, огромные деньги. Там одна съемка стоит 2 миллиона у человека, который об этом говорит. То есть вы должны эти тарифы? Конечно, знаю, господи. Везде свои люди. Вот. Я прекрасно знаю, какие деньги. Это искушение большими деньгами, поэтому мне, конечно, у меня язык не повернется обвинять тех, кто ходит туда, за это получает деньги и обливает грязью. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы эти деньги не платились, их бы там не было. Никогда в жизни бы не было. За бесплатно? Ну что вы, никто бы туда не пошел. А это как бы средства существования, средства заработка. Людей купили. Люди слабые. Мало таких, вы знаете, со стержнем духовным. Мало. И людей можно купить. У каждого есть там определенная цена. Кому-то 2 миллиона, кому-то 1,5 миллиона. А вот за последнее время, когда вы стали, ну скажем так, активно заниматься общественной работой, как вы говорите, против даже в какой-то степени своей воли, да, или своего жизненного креда, что вы вот тихая мышка, а теперь вы лицо вот этого бунта, негласного, гласного. Ну, мне нравятся ваши реакции, вы улыбаетесь. Были предательства за это время? Которые вас... Нет, предательств не было. Были внедрения бесконечные, так сказать. К нам пытаются внедрить каких-то засланных казачков. Вот. Но опять же, Господь дает видеть. Это потрясающе. Я говорю, это вообще все, что происходит со мной, абсолютно меня Господь ведет. Вот я могу так сказать. Вы не в политику идете? Да ну что вы, нет. И вам не надо кресло депутата? Нет. Мне были предложения, но я отказалась, потому что... А, были предложения? Да, нет. Ну, я нет. Я даже не общественник. Я не хочу быть никакой общественником, никаким. Я не хочу быть никаким депутатом. Мне это совершенно не нужно. Я просто человек с совестью. Но тем не менее, вы вышли и сказали то, что другие молчат. Какая история? Я понимаю, что до меня тоже говорили. На таком уровне нет. На таком уровне нет. Потому что их не слышно было. Папа замечательную фразу сказал. Сейчас она прям просто... Вот я все время повторяю про себя. Вот если ты сказал добрые, правдивые слова, но тебя не услышали, значит, ты не сказал ничего. И я понимаю, что это все было до меня. Пытались, значит, что-то говорить. Какие-то круглые столы тоже, значит, пытались там организовывать. Но не было слышно. Значит, я стала известна актрисой, я так понимаю, с целью вот только вот, наверное, ради этого. И это так вот, если отматываешь так вот всю свою жизнь немножко, значит, назад. И я понимаю, что это может сказать только известный человек, чтобы его услышали. И то. И известные люди там, депутаты у нас какие-то известные есть, тоже говорили. Тоже много лет там борются с бескультуре, с вирусом в бескультуре. Но не слышно их, не видно. Вот, поэтому ну, так получается абсолютно, что вот выталкивает, опять же говорю, выталкивает. То есть, как это не по моей воле? Я по Божьей, всегда по Божьей воле. Говорю, Господи, на все твоя воля. На все твоя воля. Убьют тоже на все, вот так сказать, воле Божьей. Я абсолютно открыта. Есть угроз? Ну, угроз нет. Скрытые какие-то, наверное, только. Ну, не знаю, ведь такая ненависть. И любовь бесконечная народа. Вы ее чувствуете? Еще как. И ненависть отдельных. Ну, меньшинства, скажем так. Ну, она, конечно, есть. Она, причем такая, с каждым разом все больше и больше. Вот после этой речи, я думала, ну, кому может это не понравиться? Тут говоришь правду, высказываешь вообще в лицо. Нашлись те, кто с вами не согласился? Я так мягко сформулирую. Да, кому не понравилось тексты про духовность и нравственность. А что было сказано? Вы нарушили какое-то табу? Да нет, какие-то, значит, интерпретации начались, что каких-то национальных героев имело в виду... А что в этом плохого? Что я имела в виду вообще. Начались интерпретации просто. Я... То есть люди стали за вас домысливать, договаривать, при этом имели... Ну, люди, к сожалению, ведутся на тех, так сказать, других людей, которые это озвучивают в эфире. Некоторых каналов, не буду называть каких. Вот, поэтому люди у нас ведомые. И особенно, я говорю, без духовного стержня, без, так сказать, разумения, без критического мышления, они, конечно, ведутся на такие разговоры. Вот. И поддаются вот этой злости, агрессии, ненависти. Но, опять же говорю, они в таком меньшинстве, что просто вот я говорю, собаки лают, караван идет. Это обычная, как бы, для меня история. Мария, вот смотрите, давайте, как говорит нынешнее поколение, по чесноку, да, по чесноку. Вы же знаете тот мир значительно лучше нас всех вместе взятых. Я имею в виду культуру, назовем ее так, в широком смысле этого слова. Вы знаете телевидение, вы знаете кино, вы знаете, какие там есть законы, жесткие законы и так далее. Вот, ну, ни для кого не секрет, что в эти ресурсы проникли, как бы это помягче-то сказать, враги. Извращение, да. То есть вот... Наши враги. Вот не совсем то, что называется в Священном Писании, в Библии называется Извращение, да. То есть это вот несоответствие тому Божьему замыслу, который был изначально. И тем не менее вы остаетесь в профессии. Вы можете вот тогда мне объяснить, как удается сохранить свою самость, при этом находиться... Ну, не мне вам рассказывать, вы прекрасно понимаете, что внутри там, по ту сторону экрана в буквальном смысле. Ну, у нас, слава Богу, еще не Америка, вот, где уже там введена цензура, да, так сказать, для получения, для соискания награды Оскара. Да, должен быть черный, должен быть изначенец. 30% представителей ЛГБТ, вот, и так далее. И сюжет должен быть построен на этом. Поэтому, на слава Богу, таких, значит, жестких пока правил нету, но я прекрасно понимаю тенденции. То есть тенденции есть? Ну, конечно, русофобские фильмы снимаются, выдвигаются, продвигаются туда, вот, на западные все фестивали, именно только такие получают награды. То есть, эти тенденции мы видим, опять же, с болью, все это, так сказать, анализируем. Вам сложно говорить о коллегах, я это чувствую. Они, наверное, для вас коллеги все-таки, да? Ну, конечно, коллеги, да. Конечно, коллеги, да. Ну, да. Они предпочитают молчать. Это массово. То есть, в этой сфере это массово. Да. Вы белой вороной себя ощущаете? Я себя ощущаю с Богом. И не боитесь? Нет. Я совершенно ничего не боюсь. Хорошо. А боитесь, ну, или не боитесь, может быть, не совсем правильная формулировка, опасаетесь, может быть, за свой карьерный дальнейший рост. Есть ли вообще проблемы после того, как вы, ну, вы говорите, не хочу называться общественным деятелем, да, после того, как актриса, популярная актриса, стала вот озвучивать определенные мысли достаточно большой группы соотечественников. У вас есть опасения? Слушайте, к какому можно, может вообще идти речь о какой карьере, когда людей сейчас лишают работы из-за того, что там они не плачуты и лишают заработной платы, а им кормить детей, им платить эти ЖКХ, вообще это несопоставимые вещи. То есть они живут на эту зарплату. Да бог с ней с этой карьерой. Я... То есть вы готовы? Да, конечно. Либо хлеб, либо крест. Нам уже говорили это. В пророчествах это было. И это будет. Апокалипсис написан две тысячи лет назад. Мы к этому идем. Хотим этого, не хотим. Мы можем это немножко отсрочить, так скажем, если будем каяться и молиться. Можем. И это должны как бы все понимать, все православные люди должны понимать. И православные-то как раз и понимают. Но... Хотя не все православные понимают. Которые называют себя православными, но по духу неправославные. И таких становится что-то больше и больше. И, конечно, эти годы, 20-21-е просто открывает их лица. Это такая... Это тоже очень интересно жить в эпоху перемен. Нам выпало это. На нашем это поколение вообще уже не первый раз мы в такой ситуации находимся. Да, это выпадает не первый раз. Ну, тогда мы были вообще как 20-летние, ничего не соображала. Я тогда тоже там шла на эти баррикады. 20 лет. Здесь мы едины абсолютно. Я шла, ничего не понимала. Вообще, ну что в 20 лет я могла соображать? Сейчас я, конечно, все понимаю. Пазл сейчас, конечно, сошелся. И 20-й год он просто выстрелил для меня, для понимания, глубокого понимания. Потому что я всегда была вот, как говорите, там, карьера, там, работа, семья. То есть у меня всегда, в общем-то, я ни в чем не чувствовала никакого дискомфорта. Вот. Вы были заняты? Я была занята, да. Я, в общем-то, не думала, что происходит со стороной. Ну, так... Так... Конечно, лично меня задевали, вот эти передачи, которые были на ТСК в течение 15 лет, они задевали, но... Ну, скажем так, ну, переживу, что теперь делать. Ну, переживу. Ну, значит, мне такая доля выпала. для чего-то мне это дается. Вот. А давалось мне это для иммунитета.